добрый день дорогие друзья меня зовут александр пневрович и это атмосфера программа новостях экономики и бизнеса подписывайтесь на youtube канал был стать ньюс оставляйте ваши комментарии вопросы хвалить или ругайте поехали лукашенко рубил дрова занимался он этим нехитрым делом в день октябрьского переворота 105 лет назад 7 ноября группа заговорщиков сместила законную власть в российской республике беларусь этот день праздник логично лукашенко праздновал работал китайской кувалдой бренда старту стоимостью 71 рубль и предлагал помочь европейцам разложить дрова вдоль границы кажется ему забыли доложить о полностью заполненных газовых хранилищах ес они бывало теплой осени и по зене цены на газ в три раза на газовом хаби ттф в нидерландах забыли или не хотели разрушать хрупкий мир его иллюзий опасно если в начале сентября прогноз показывал необходимость сокращения потребления газа в ес на 10 процентов в случае отказа от топлива из россии то сегодня похоже обойдется и без этого дрова на границе могут понадобиться разве что очередным туристам из сирии ирана или сомали беларусь очень гостеприимная страна мне кажется эта картинка символ всей экономики беларуси купить китайский инструмент потому что своего приличного нет взять местное хорошее сырье сделать из него вручную что-то очень несложное сомнительного качества принести границы и ждать может быть бог поможет и кто-то купит такая национальная бизнес-модель заместитель министра экономика беларуси олеся абраменко в интервью китайскому информагентству сеньхуа рассказала о достигнутых показателях сотрудничества беларуси и кнр олеся считает что за 30 лет мы достигли фантастических результатов товарооборот вырос 130 раз достигнуть 5,1 миллиарда долларов в прошлом году китайские инвестиции составили 2,6 миллиарда долларов было реализовано около 30 инвестиционных проектов и даже объем безвозмездной помощи составил около 500 миллионов долларов не может быть помогал конечно нам китай аниме и этим олеся хвастается что такое эти 2,6 миллиардов и 30 проектов за 30 лет напомню в начале процесса более 10 лет назад было обещано 15 миллиардов долларов и 150 проектов в 5 раз больше но их просто не нашлось беларуси деньги были но вкладывать их было некуда а те проекты которые все-таки случились это просто какой-то парад эпичных провалов деревообработка цементная отрасль светлогорский цкк и даже белджей все это убыточные проекты за которые сегодня каждый день население беларуси платит дань и радоваться тут нечем о том как это происходит и каких суммах идет речь давайте разберемся более подробно давайте чуть внимательнее рассмотрим взаимоотношения в экономической плоскости между беларусью и китая тут у нас с вами есть две дороги 1 это долги мы привлекаем кредиты от китая и отдаем и 2 это торговое сотрудничество и так долги суммарно государственный долг республики беларусь составляет чуть более 18 миллиардов конечно нужно различать долг всего это государство банки и предприятия он конечно в разы больше и когда-нибудь мы об этом обязательно поговорим пока мы отметим что сам по себе государственный внешний долг это 18 миллиардов и из этой суммы долг китая чуть более трех миллиардов долларов мы конечно по чуть-чуть привлекаем китайские кредиты но даем уже значительно больше так 2020 году мы привлекли 126 миллионов отдали 430 сальдо 300 миллионов совсем не в нашу пользу цифры за 2021 год примерно 46 миллионов привлечения и снова больше 400 отдачи то есть еще минус 300 с чем-то миллионов вот так выглядит плата за так называемую модернизацию за все эти цементные отрасли деревообработки и так далее и тому подобное мы набрали огромное количество денег мы построили предприятие которое совсем не дает прибыль а наоборот приносит убытки и теперь мы за это платим каждый год но это еще не все как я говорил у нас есть торговые взаимоотношения те самые которыми так гордится министерство экономики и которые в прошлом году достигли 5,1 миллиарда долларов давайте посмотрим сколько мы продаем в китае и сколько мы покупаем оттуда 2020 и в 2021 году ну вот так выглядит торговля 2020 году мы продали в китае чего-то на миллиард 200 миллионов 2021 туда же на миллиард 300 но купили мы из китая продукции в том числе и ширпотреба в том числе и конечно очень важного и нужного для нас сырья двадцатом году 42 миллиарда двадцать первым уже 45 итого отрицательная сальдо не в нашу сторону в сторону китая в первом случае 3 миллиарда во втором 3 миллиарда 200 миллионов в этом году говорят ситуация стала немножко лучше вот эта цифра стала чуть больше но вряд ли она как-то всерьез влияет на логику тех самых взаимоотношений мы им плать и платим очень много да я обращаю ваше внимание что конечно в первом случае цифра в миллионах долларов во втором в миллиардах чтобы мы с вами тут не ошиблись почему же так происходит есть такая иллюзия что все благополучие китая строится на коммунизме и дешевой рабочей силе так вот в экономике там нет никакого коммунизма доля мелкого среднего бизнеса 60 процентов и задача коммунистической партии это продолжение движения в этом направлении подальше от плановой экономики но и про зарплату про ту самую маленькую китайскую зарплату как вы помните в беларуси средняя зарплата чуть более 1600 рублей как думаете какая она в китае вы загадаете цифру а я для вас напишу ту которая фигурирует в экономических отчетах вот так это белорусских рублях и это я еще немножко занизил так что вопрос кто тут бедный вернемся лучше к новостям при большом стечении народа очень торжественно открыли бмбк белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию или проект бакиев катковец хотя эти две фамилии государственные сми стараются не упоминать чем не нравится сбежавший от правосудия президент киргизии и наши фееричные надежды бывший заместитель сельского хозяйства люди которые и занимались этим проектом непонятно на этом странности не заканчивается лукашенко похвалил проект но почему-то назвал его сделаем своими руками хотя руки-то снова были китайские все тот же знакомый партнер китайской корпорации сетик констракшн и китайское же оборудование сама по себе производство имеет вполне здоровый бизнес идею выпуск современных комбикормов премиксов аминокислот из местного сырья которого у нас действительно много и дай бог ему длительные успешные работы на благо белорусов мы же отметим следующее завод поставлен в заведомо льготные условия в случае закупки его продукции сельхозпредприятиям не нужно проводить тендер очень удобно работать ой как удобно и как обычно несмотря на то что завод только-только запустили государство уже успела взять на себя часть платежей по его долгам пока только 14 миллионов но и завод еще не развернулся в полную мощность и снова хорошие новости национальная академия наук пообещала нам концу следующего года выпустить голосового помощника аналог алиса от яндекса или сири от apple и помощника будет ориентирован на специфику белорусского общества что имели в виду наши учебы как думать может быть он будет разговаривать с пользователем по-белорусски или сможет рассказать новости не совпадающие с кремлевским взглядом на мир я честно говоря сомневаюсь мне кажется что белорусская специфика будет в том что этот помощник будет напрямую сообщать куда следует о сомнительных интересах пользователей списке потенциальных имен для устройства пока лизирует гриш представьте утро вы проснулись и включили вашего домашнего помощника и он оттуда что-нибудь забористое про предателей сатану настроение на весь день а если всерьез отличная у кого-то работа разрабатывать вот такого григория за народные деньги завидую а рынок новых автомобилей беларуси совсем сломался об этом рассказала белорусская автомобильная ассоциация продажи в октябре составили всего 452 автомобиля что на 86 процентов меньше по сравнению с октябрем прошлого года по сравнению с сентябрем этого маленький рост за счет нашей почти родной джили однако кого это может радовать если сегодня продажи беларуси способны загрузить конвейер завода не более чем на один день в месяц это если верить мощность завода 5000 автомобилей месяц тут все и нехватка автомобилей на рынке и трудности с логистикой из-за чего цены на ладу находится где-то в районе бугатти и расцвет серого рынка но есть и самый главный фактор во время кризиса населения отказывается от покупки предметов длительного пользования это видно по рынку жилья это видно и по рынку автомобилей чтобы этого не замечать нужно очень сильно стараться как узнать беларусь евреи индусы китайцы армяне и ирландцы вы их обязательно узнаете как и французов итальянцев испанцев подсознание обязательно вытащит готовый набор точно соответствующий каждой из национальностей язык традиции культура какие-нибудь простые знаки символы листик клевера багет или оригинальная дата нового года я думаю что вы вспомните и сами но как вы узнаете беларусы я убежден что эти отличия есть я убежден что мы ничуть не хуже и не лучше всех названных национальностей просто нам нужно еще очень многое рассказать самим себе о себе и мир мы все еще инкогнито для всего остального мира хотя процесс уже начался но это большая отдельная работа никак не связана с лукашенко государством и текущими политическими событиями кто бы за нее взялся по-белорусскую российское узнать человека будзи познать человек вельми прыгожи и не выпадкова такая сегодня атмосфера с вами был александр окнарович побачимся простыть